Это канал Минге и с вами Ли Саран. Да, иногда я тоже люблю посмотреть аниме. Если ты не смотришь аниме, то это ты зря. Сейчас я тебе расскажу о пяти полнометражных аниме, которые должны тебе понравиться. Кто знает, может после этого ты будешь смотреть аниме? Поехали! Со склона в Кокурику. Действия разворачиваются в Японии в 1963 году. Уми ученица старшей школы, живет в маленьком приморском городке. Отец девочки был капитаном корабля и погиб во время войны с Кореей. Мать работает за границей, поэтому Уми приходится самой вести хозяйство и присматривать за братьями и сестрами. Вместе с друзьями девочка ходит в школьный клуб с разными кружками по интересам, однако здание клуба хотят снести, так как оно слишком старое. Объединившись с другими ребятами, Уми едет в Токио, просить у начальства не разрушать их любимое место. Эх, люблю аниме за то, что там, как бы сказать, необычная атмосфера, эти звуки, рисовка, так необычно все. Думаю, анимешники меня поймут. Ариэти из страны лилипутов. В этом аниме нам покажут историю про добываяк, маленьких человечков, которые почти никто никогда не видел. 12-летний мальчик по имени Сё приезжает в старый дом тети, где случайно увидел маленькую девочку по имени Ариэти, с которой он пытался подружиться. А еще мне было очень жаль этого мальчика. Почему, это вы сами узнаете, когда посмотрите. Ой, такая ностальгия, когда вспоминаете мультики. Шепот сердца. Сидзуку Цукусима обожает читать книги. Каждую свободную минутку она проводит за книгами, которые берет в школьной библиотеке. Но какую бы книгу Сидзуки не взяла, формулярий среди тех, кто читал книгу, прежде всегда стоит имя Сидзи Амасоа. Кто же такой этот Сидзи? Неужели он перечитал все книги в библиотеке? Или это просто случайное совпадение? Ответы на эти вопросы она и вы узнаете тогда, когда посмотрите это аниме. Обожаю аниме с жанром повседневности. Все почти как в жизни. Очень легко смотрится. О нет, сейчас точно буду рыдать. Такое нельзя вспоминать. В лесу мерцание светлячков. Маленькая девочка заблудилась в лесу, но вдруг она встречает странного парня в маске. Он ей помогает найти дорогу обратно. Так и началась удивительная история. Но почему же парень запретил девочке прикасаться к себе? И почему она взрослела, а он так и не старел? И что же произойдет, если она коснется его? Все, все, стоп. Реветь сто процентов будете. Когда я рассказывала, когда меня впервые удивила Азия, это было не небо любви. Я забыла, что когда мне было лет 14, я по телевизору увидела аниме «Ходячий замок Хаула». С тех пор я не могла найти этот мультик, а через года два я, наконец, его нашла. И смотрела его не два, не четыре раза, а намного больше. Действие фильма происходит в параллельном мире, где магия идет рука об руку, с техническим прогрессом. Скромная жизнь шляпницы Софи полностью изменяется, когда в окрестностях ее города появляется «Ходячий замок» таинственного волшебника Хаула, известного своими похищениями девичьих сердец. Спася она этим голубоглазым юношей от приставаний двух военных, она влюбляется в него. Однако волнующая прогулка с ним обходится юной шляпницей ее красотой и молодостью. Отнята колдовством ремневой ведьмы-пустоши. Это событие заставляет Софи покинуть родной дом и в отчаянии отправиться в дикую пустошь, которая пользуется дурной славой, чтобы снять с себя проклятие. По дороге ей попадаются много интересных персонажей, и так она попадает в тот самый замок. Софи хочет снять проклятие, плюс ко всему она узнает, что заклятия лежат и на самом Хауле. Чтобы разгадать тайны проклятий и снять их, героям приходится перейти через множество испытаний. Чтобы понять это аниме, мне пришлось его посмотреть несколько раз. Очень все запутано. Этим мне и нравится это аниме. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Напиши в комментариях, смотришь ли ты аниме? Какие полнометражные аниме тебе нравятся? Также, какое аниме тебе нравится из этого списка? Ой, закидала вас вопросами. Но все же жду ваших комментариев. Спасибо, что вы со мной. Ставьте лайки и подписывайтесь, и смотрите мои другие видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok